Здравствуйте! Как всегда в это время по вторникам в эфире телерадиокомпании Щелкова программа «Диалог». С вами я, ее ведущий Сергей Дадыко. Напоминаю, что программа наша идет в прямом эфире. Вы можете звонить к нам в студию по телефону 496, это код города, 567-1440 и 567-1450 и задавать свои вопросы моей сегодняшней гостей. А в гостях у меня сегодня директор театрально-концертного центра Щелковский театр Татьяна Ершова. Добрый вечер, Татьяна Борисовна. Добрый вечер, Сергей Михайлович. В начале программы хочу поздравить вас, буквально месяц с небольшим назад вы получили звание в региональном конкурсе лучшей по профессии в номинации «Творческий прорыв». Поздравляю, наверное, и это не только ваша заслуга, но и всего коллектива Щелковского театра, да, или как будем называть, театрально-концертного центра. Если можно, чуть подробнее расскажите, что это за конкурс, ну и как вам, как нам удалось достичь таких успехов. Ну, конкурсу 4 года по инициативе губернатора Андрея Юрьевича Воробьева было принято решение, и Министерство разработало культурой Московской области положение об этом конкурсе. Надо сказать, что это серьезный конкурс. Там несколько номинаций, такие как, например, лучший менеджер, творческий прорыв, лучший работник парка, лучший работник театра, лучший работник библиотеки и так далее. Я вам хочу сказать, что требования под каждую номинацию свои были. И рассмотрев эти требования в этом положении, мы коллективно приняли решение, что наш театрально-концертный центр способен, и у нас есть что показать, и ответить на все эти вопросы и те задачи, которые ставятся в этом положении. Ну, надо сказать, что у нас в отрасли Московской области трудится 32 тысячи работников культуры. Когда уже подходил финал, то известно, что это 84 человека, которые вышли в финал специалистов по всем номинациям. Например, в номинации «Творческий прорыв», куда мы представили свои все показатели, было 5 человек, которые вышли. Надо сказать, что это все продумано так, что ты защищаешь каждую позицию. Итог, когда ты приезжаешь уже в финал, это комиссия в количестве 25 человек при Министерстве культуры Московской области. И тебе, естественно, задают вопросы, у тебя очень короткий промежуток времени, когда нужно доказать и рассказать, что из тебя представляет. Как на экзамене. Да, сегодня театрально-концертный центр. Ну, и один из главных показателей, который берется прежде всего во внимание, это количество посещений театра. Увеличилось, не увеличилось в сравнении с предыдущим годом. Причем все мы отчеты, которые сдаем в область, все это там на глазах, то там не соврешь. Там сразу видно, действительно это так или нет. Ну, и, конечно, были вопросы всякого рода. Надо сказать, что почему все-таки получилось, что мы завоевали эту премию. Но прежде всего, как я уже сказала, у нас на 50% с лишним повысилась посещаемость. Это был один из показателей. Кроме того, у нас разработана концепция театрально-концертного центра. То есть это на сегодняшний час не у каждого учреждения есть. То есть мы понимаем, что мы хотим сегодня, что будет у нас завтра, и что в перспективе до 1921 года у нас разработано. Ну, и проекты, которые у нас имеются и действуют на сегодняшний час. Их у нас пять. Ну, и также, конечно, больше всего, наверное, весомее всех был показатель, то, что у нас повысилась посещаемость, кроме того, что я перечислила. То есть таким образом коллектив театрально-концертного центра вышел в победители. Я очень довольна этим. Считаю, что это заслуга и коллектива нашего. Также здесь и участие комитета по культуре и туризму. Ну, и здесь отношение администрации к отрасли. Все сказывается вместе. И в результате мы имеем это призовое место. Это престижно. Ну, и плюс, будем так говорить, новое здание, в которое вы переехали. Да, да, да. Совсем не сданно. Новое здание сыграло в другой программе роль. Это было очень важно, что мы имеем свое отдельно стоящее здание. Ну, естественно, здесь творческий прорыв, естественно, сыграло и интерьер, и вид нашего здания. Это тоже бралось во внимание. Татьяна Борисовна, мы продолжим разговор, конечно, о ваших программах, о вашей концепции. Предлагаю сейчас посмотреть короткий видеосюжет о том, как проходило награждение на региональном конкурсе работников культуры. Давайте посмотрим. Звучит пролог к фолк-мистерии музыка Земли. Необычным произведением, сочетающим в себе мотивы народного творчества и возможности современных музыкальных инструментов, открывает новый сезон Московская областная филармония. И также приветствует всех, кто ежедневно вносит свой вклад в развитие культуры Подмосковья, в том числе лучших из них. Победители конкурса «Лучший по профессии» в рамках открытия сезона наградил губернатор Московской области. У нас в области порядка двух с половиной тысяч учреждений, и в сфере культуры задействовано 32 тысячи человек. Это такая внушительная, мощная сила. Я сегодня хочу поблагодарить вас всех за ваш труд, за вашу самоотдачу. Спасибо. По инициативе губернатора конкурс среди учреждений культуры проходит в четвертый раз. Премии были удостоены 14 работников сферы. Среди них сотрудники подмосковных школ искусств, библиотек, музеев и театрально-концертного центра «Щелковский театр». Его директор Татьяна Ершова получила награду в номинации «Творческий прорыв». За яркой формулировкой «Творческий прорыв» стоит вполне конкретная непростая работа. Всего три года назад состоялось слияние трех отдельных коллективов – театра, духового оркестра и ансамбля «Распева». Театральная труппа переехала в новое здание бывшей ДК «Славия». Чтобы вновь привлечь зрителей, потребовалась концепция развития. Во многом благодаря ей учреждению удалось войти в программу «Театры малых городов». Появилось новое оборудование – премьерные спектакли. За 2017 год число посещений театрально-концертного центра увеличилось на 50%. Ну вот, какие-то цифры прозвучали уже, и вы их озвучили, и еще раз мы услышали их в репортаже. Но, тем не менее, хотелось бы говорить о том, что действительно три года коллективу, я имею в виду коллективу театрально-концертного центра, который объединил три коллектива, таких разных, в общем-то, по духу и разного направления. Это и драматический театр щелковский, самый старый коллектив, так будем говорить еще, с прошлого века, да, щелковский духовой оркестр и вокальный ансамбль «Распева» – это уже достаточно новый коллектив, хотя тоже им уже больше 10 лет каждому. Вот как они уживаются под одной крышей, как взаимодействовать друг с другом, ну и хватает ли места в новом здании? Да, это 2015 год, когда принято было решение создать театрально-концертный центр. И три юридических лица, которых вы обозначили, три директора, по сути дела, которые возглавляли, пришли в этот коллектив, став уже руководителями каждого своего направления, каждого оркестра, распевов и коллектива театра драматического, конечно, оказались, вот мы все в одном этом здании. Ну, я вам хочу сказать, конечно, это не просто было слияние коллективов, потому что каждый самостоятельный, и у каждого, конечно, свое направление деятельности. Но вот сейчас мы уже три года прошло, как трудимся, вы видите результат. Надо сказать, что здесь большие плюсы в чем? Потому что произошло, я бы так сказала, проникновение одного вида деятельности в другое. Появились такие проекты, когда участвуют и оркестр, например, и театральные трупы. И мы такой концерт, который уже был, когда читают артисты, поэтов Серебряного века, и в сопровождении идет оркестр музыкой. Это разовые проекты, или это все-таки он входит в репертуар? Он входит в репертуар. Театр и оркестр. У нас это уже был как сольный концерт. Или, например, совсем недавно, 30 октября, «Распевная Россия». Это уже как мини-музыкальный спектакль, где уже подается совершенно по-другому репертуар распелов. И они участвуют уже как актеры даже, сопровождая свои произведения еще и, так сказать, словами, стихами. И все это объединили. Поэтому это, конечно, большой плюс того, что это интереснее стало работать. Но есть, конечно, проблемы в чем. Сцена у нас одна, поэтому приходится четко составлять график, когда кому заниматься. Место, естественно, хотелось бы расшириться еще, потому что коллективы большие. Так, например, оркестр 34 человека. Но мы сейчас над этим работаем. То есть у нас есть помещения, которые надо оборудовать с тем, чтобы им было место, кроме сцены, еще заниматься и в другом помещении. То есть это вот та перспектива, которую мы изложили в своей концепции, над чем работать с тем, чтобы стало еще комфортнее каждому коллективу. Ну и, наверное, все-таки объединение в плюсе того, как я уже сказала, что это более интересные стали у каждого. Да, и сольные концерты. И также в спектаклях использовать, допустим, коллективы имеем возможность. Потому что это все рядом. Это рождается уже единый взгляд. И здесь не надо кого-то просить. Они здесь работают. Они сами проявляют желание объединиться. Вот у нас будет еще концерт, который в ноябре, когда совместно дает и оркестр, и, например, вокальный ансамбль распевы. Они становятся на уровень выше по своему качеству. Ну, а вот какие-то аналоги еще у нас в Подмосковье есть, таких коллективов, подобных вашему? Ну, во-первых, если говорить о том, что театрально-концертный центр, как учреждение, есть или нет? Нет в Московской области. То есть мы первопроходцы? Мы первопроходцы. Мы единственные, которые сегодня работаем вот в этом качестве. Так что он рожден в Щелкове. И мы по ходу своей работы, естественно, будем его совершенствовать. И, наверное, применять какие-то новые еще технологии, смотреть по кадровому составу, что нам еще необходимо. Или что-то, может быть, теперь нужно изменить. Ну, как говорится, совершенству нет предела. Давайте пройдемся тогда теперь отдельно по коллективам. Ну, начнем с театра. Наверное, все-таки самый известный коллектив. Ну, не самый многочисленный, да, но по сравнению с оркестром. Но, тем не менее, старейший коллектив у нас в районе и в городе. В прошлом году тремя премьерами ознаменовалось открытие сезона. Насколько я знаю, в этом году нечто похожее затевается. Я предлагаю сейчас посмотреть еще один видеосюжет, посвященный как раз открытию сезона в театре, который начнется буквально вот со дня на день. Да, 20 октября. 20 числа. Потом тогда поговорим более подробно об этих спектаклях. Давайте посмотрим. Незабываемые истории в новом изложении. Второй год подряд Щелковский театр начинает сезон с премьерных показов. На пресс-конференции, посвященном открытии шестого сезона, кураторы и руководство Театрально-концертного центра, режиссеры рассказали о новеллах ближайших месяцев. Здорово, что вновь, уже второй год подряд, театральный сезон и Щелковский театр начинают свою работу с премьерных показов в рамках всероссийского проекта партии «Единая Россия» театра «Малый городов». Я вас всех искренне сегодня с этим поздравляю. Спешить увидеть в шестом сезоне Театрально-концертный центр Щелковский театр представляет три премьеры. Две сказки, одна взрослая постановка по пьесе Островского. Новые спецэффекты, живой звук. Приходите. Кудовственный руководитель театра Светлана Погодина обещает, что будет интересно. Обе сказки срежиссировала Светлана Погодина. В новых постановках задействована вся труппы театра. «Аленький цветочек» в новом прочтении покажут 20 октября. «Волшебник из Ибрудного города» 24 ноября. Билеты на первые спектакли уже раскуплены. Комедия по пьесе Островского «Старый друг. Лучше новых двух» поставил приглашенный режиссер, выпускник Щепкинского училища, заслуженный деятель искусства России Валентин Тепляков. Премьера назначена на 10 ноября. Ну вот если можно чуть более подробно об этих трех спектаклях. В чем их особенность, в чем их отличие, скажем, от прошлогодних премьер? Ну, во-первых, эти спектакли ставятся в рамках федеральной программы. Это федеральная программа, которая по инициативе «Единой России». Значит, было выбрано направление одно – это поддержка театров малых городов, куда мы и вошли. И в прошлом году было тоже два детских спектакля «Один взрослый». Это условия этого соглашения, которое заключается. Программа именно два детских и один взрослый. Да, это условия, которые прописаны. Поэтому на сегодняшний час у нас два детских, как уже озвучено, и один взрослый. Все это наших русских, значит, наши русские пьесы, наших русских писателей. Ну, так мы этого захотели и выбрали именно эти пьесы. Ну, как уже прозвучало, Светлана Ивановна Погодина у нас художный руководитель и главный режиссер. Она сегодня работает над двумя спектаклями – это «Аленький цветочек» и «Волшебник изумрудного города». Я вам хочу сказать, как уже прозвучало в этом сюжете, что будет интересно. Интересно отчего? И что хорошо, что у нас будет очень красивая и интересная декорация. У нас действительно будет райский сад в «Аленьком цветочке». И чудовище настоящее. И чудовище будет настоящее. Дети будут с замиранием сердца это видеть. Светлана Ивановна работает сейчас и над вторым спектаклем. И что отмечается, что, в общем-то, эти два спектакля, «Аленький цветочек», как она говорит, – это притча сегодня. И оно больше подходит для семейного просмотра, когда и дети, и родители о том, что надо любить, надо уважать родителей. Это будет как бы проходить красной лентой. И в то же время и таинство – все здесь увидят дети. Также и «Волшебник изумрудного города», он тоже больше для семейного просмотра, как бы мы вот такую линию выбрали, с тем, чтобы привлекать родителей, детей, чаще посещать театр. Ну и прозвучало о том, что у нас приглашенный режиссер – это Валентин Тепляков, Валентин Васильевич, который ставит комедию по пьесе Островского «Старый друг лучше новых двух». Это народный артист России, профессор Института театрального искусства. И очень важно, он, кстати, работал, он мастер наших актеров. А я бы хотела сказать о том, что наши актеры в этом году получили высшее образование, они закончили вышеназванный мной институт. И теперь они, каждый имеет диплом, в котором написано «Актер театра и кино». Это тоже достижение, это тоже своего рода творческий прорыв у нас в театрально-концертном центре. Так что мы ждем зрителя и очень рады, что в этом году уже, например, на первый показ, на премьеру «Аленький цветочек» почти весь раз продан. И рады тому, что и «Волшебник изумрудного города», первый показ, который будет в ноябре, тоже почти весь уже раскуплен. И мы даже приняли решение сделать второй показ в этот день. Это все говорит о том, что наша трехлетняя работа дает свои положительные результаты. И мы не случайно начинали свой театральный концертный сезон, как вы уже видели, с пресс-конференции. Но кроме этого, например... Своебразная реклама, конечно, надо преподносить себя. Да, мы приглашаем все средства массовой информации, чтобы об этом рассказали, привлекли зрителей. И, наверное, этот результат тоже дает. И я бы еще хотела отметить, что, например, 12 октября, 14 октября курсировала группа актеров с рекламной акцией, с маленькими интерактивными программами по городу. Автобус был, где, значит, обклеены афишами, говорящими о том, когда, какая премьера. И мы курсировали по нашему городу, встречаясь с детьми, с родителями, останавливались на площадках и проводили эти интерактивные программы. Это тоже как шаг, который мы придумали к тому, чтобы привлечь зрителей. Раньше такого не было? Не было. Мы в прошлом году впервые провели пресс-конференцию. В этом году к пресс-конференции мы добавили вот такой рекламный двигающийся автобус по городу. Надо сказать, что это все дает свои результаты. Поэтому ждем зрителя. Сказки у нас будут очень интересные. Актеры стараются. Надо сказать самое важное. Мы же не приехали-уехали. Мы здесь живем. И наши актеры живут здесь, в Щелкове, ходят по Щелковским улицам. Встречаются глаза в глаза с нашими зрителями. Поэтому наша задача выдавать качественный и интересный. С тем, чтобы это звало зрителей к нам. И хотелось еще прийти. И чтобы было состояние, когда встали в зале, что не хватило. Вот это очень важно. И на этом мы работаем. Татьяна Борисовна, у нас есть звонок от нашего зрителя. Давайте послушаем. Ну и вы ответите на этот вопрос. Добрый вечер. Вы в эфире. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Татьяна Борисовна. Здравствуйте. Я хотел задать такой вопрос. Татьяна Борисовна, вы управляете тремя коллективами. А скажите, в выборе программы, репертуара вы как-то участвуете как руководитель? Или это предоставлено им самим? Они сами выбирают, что играть, что петь, какие композиции исполнять? Ну, во-первых, у нас есть художественный руководитель в театрально-концертном центре в лице Светланы Ивановны Погодиной. Естественно, каждый руководитель предлагает. А мы ставим задачу, я, например, как директор. В свое время, когда-то оркестру сказала, дорогие мои, давайте работать над сольными концертами. То, что вы участвуете в районных мероприятиях, выезжаете там на День города, на День Победы, этого недостаточно. Давайте работать и над концертами, чтобы были ваши сольные концерты. В конце концов, у нас задача еще и зарабатывание денег должно быть для нашего дальнейшего развития. Точно так же распевы. До сегодняшнего дня мы знаем о том, что у нас идут сольные концерты и у распевов коллектива, и у оркестров. И, кстати, они становятся все востребованием. Так что репертуар выбирается, прежде всего, совместно. Каждого руководителя, допустим, дирижера Базилюк у нас, Александр Зодыч, руководителя, заслуженный артист Российской Федерации, это Шулонов Геннадий Александрович Распевов, Светлана Ивановна Погодина, которая и главный режиссер, как я уже говорила, и художественный руководитель. Вот эта группа, которая определяет репертуар. Естественно, я как директор тоже выражаю свое мнение, но не участвую так, чтобы прям вот диктовать что-то. Нет. Но, естественно, свое мнение тоже имею право выразить. И просмотрев какой-то концерт, нравится, не нравится. Я ведь, понимаете, больше зрителей и больше среди зрителей. Потому что очень часто они сами знают, что я говорю. А вот зритель сегодня посмотрел и выразил вот такое желание. Хотят, допустим, услышать ретро-концерт мелодий. Они работают над этим. В общем-то, это наше совместное творчество, совместная деятельность, которая и выдает вот эти вот все концерты на сегодняшний день. И мы выбираем, что именно, что востребовано зрителю. На то идем. Ну вот, вы же сказали, да, что принято такое совместное решение, да, что все три автора, авторы всех трех пьес будут русские, да, Бажов, Волков и Островский. Приняли такое решение. Это тоже коллективное творчество. И классика, чего не хватает, мы считаем, на сегодняшний час. Вот у нас с вами Островский, это классика. Надо сказать, что у нас зрители обращались с тем, что поставьте классику. Хочется прийти на такой спектакль. И мы это учли, поэтому на сегодняшний день мы ставим Островского. Но предстоящий театральный сезон, наверное, не будет ограничиваться этими тремя премьерами? Конечно, нет. Конечно, он у нас уже сформирован. Поэтому, ну, наш театральный сезон еще и характеризуется проектами, о которых я говорила. Кроме вот спектаклей, которые мы с вами, три премьеры. У нас ведь в репертуаре театра, театральные трупы, 23 спектакля. Это не во всех театрах есть, чтобы было 23 спектакля. Кроме того, у нас работает такая программа, вернее, проект, как называется, «От книги к театру», который мы делаем совместно с Комитетом по образованию, значит, Театральный концертный центр и системой библиотек. Что он из себя представляет? Это то, что входит и в концепцию, то, что вы говорите, что будет еще кроме этого. А это представляет из себя то, что мы делаем мини-спектакли, которые как бы приурочили и соединили со школьной программой. То есть задача этого проекта школьникам первая – привлечь их к театру, чтобы они знали, что он у нас есть. Кроме того, они видят на сцене, допустим, если проходит Чехова, то кусочек из какой-то пьесы. Если это Твардовский, то тоже кусочек пьесы, чтобы это было где-то 50-45 минут. Как урок в школе, примерно. Да, он как театральный урок. Но они видят это художественное чтение в исполнении профессиональных актеров. Это работа света, работа звука, это декорации, костюмы. И ребята посещают, вот она уже у нас три года работает эта программа, когда комитет по образованию к нам направляет. Мы готовим спектакль. И еще молодцы работники библиотеки, которые делают подводку к этому спектаклю. Допустим, если это Твардовский или Чехов, то у них есть викторина. Перед этим они детей подводят к нему, напоминают, рассказывают. Разогревают, да? Да, и они уже приходят туда, поняв, куда они, что они смотрят. Поэтому вот такой проект у нас работает и будет продолжать работать. И я считаю, что он востребован. Но надо нам как-то приучать наших детей, наверное, поменьше в компьютере, а больше видеть живую речь, живую музыку. Ну и живые книги, так будем говорить. Да, живые книги. Перелистывать их приятнее, чем нажимать. Вы знаете, мы задавали, например, ребятам вопрос. А надо ли нам это делать или не надо? Может быть, неинтересно и прекратить? И меня удивляли наши дети тем, что не разочаровали и удивляли. Они участвовали в этом во всем. Давали нам предложения. Например, они пришли, а мы несколько отрывочков показали из Чехова. Они говорят, а вы нам программу-то даете? Чтобы мы посмотрели, что вы нам показали. Я пришел домой, мне понравилось, я пойду за этой книгой. Вот этого мы достигали. Чтобы было желание пойти почитать, а потом еще вернуться к нам в театр. И эта программа действует. Ну и проекты, которые, кроме сольных концертов, как я уже говорила, наших коллективов, у нас работают такие проекты, уже не первый год, как, например, «Щелковские фанфары». И наши зрители, наверное, свидетели, когда в день города 10 оркестров прибыло из Московской области, и сводный концерт на площади, когда это 300 человек музыкантов исполняют произведение, и когда звучит в этом исполнении песня, например, о «Щелкове», это берет за душу. И уже не один год у нас уже ждут. Татьяна Борисовна, я вот вас перебью. Давайте мы на второй план программы как раз перенесем и про оркестр, и про вокальный ансамбль. И хотел бы все-таки вернуться в театр, точнее, ненадолго вернуться к федеральной программе театра малых городов. Мы и в репортаже услышали, и вы сказали. Но вообще это, понимаете, наверное, все-таки очень важно попасть в эту программу. Одно дело, когда мы сами что-то инициируем, допустим, на уровне района. Другое дело, федеральная программа, наверное, туда какие-то особые, повышенные требования, помимо того, что вы уже сказали, что две детских пьесы и одна взрослая. Вот как нам туда удалось попасть в эту программу, и, естественно, как мы будем стараться удержаться до 2021 года, да, сколько она длится? Да, мы в прошлом году попали в эту программу. Я хочу сказать, что есть определенные требования. Первое требование должен быть обязательно постоянный репертуар у театра. А я вам сказала, что это 23 спектакля только. В сезон? Да, в сезон в театральный. Ну и поскольку мы театрально-концертный центр, но здесь именно театральные трупы рассматривались. Кроме этого, должна быть постоянная труппа, что мы имеем. И немаловажный фактор, и благодаря тому, что администрация приняла решение, когда сделала отдельно стоящее здание для театра. То есть свое помещение? Да. Если у вас нету своего помещения, вы не рассматриваетесь. Поэтому вот эти три фактора поспособствовали тому, что мы рассматривались о том, что бывает в эту программу. И я хочу сказать о том, что первый год он был очень сложный. Почему? Потому что были очень короткие сроки того, чтобы мы должны были отыграть, во-первых. А это выделялось 3,5 миллиона, которые нужно было составить техническое задание. То есть что нам нужно? Какой реквизит? Какие костюмы? Какие декорации? Все это описать, выставить на торги. И уже тогда ставился вопрос, чуть ли не в апреле, а мы, допустим, где-то за 2 месяца только начали работу, мы должны выдать уже премьеры. Но тогда понятно было и руководству министерства, что эти сроки не укладываются, их нам продлили. И мы тогда в сентябре выдавали все наши премьеры. И я вам хочу сказать, наверное, вот я сегодня хотела бы даже сказать, если меня слушают работники централизованной бухгалтерии, Людмила Дмитриевна Слушная, потому что вот здесь вот и комитет также, Наталья Александровна Чуйченко, потому что нам нужно было быстро сделать, а играл тогда комитет на их уровне, потому что это деньги федеральные. И мы все успели. А наша задача была быстро, получив все это, подготовить премьеры. Выдать готовый продукт. Поэтому мы соблюли все-все от и до. Вовремя отчетность, получили все средства, вовремя сделали все премьеры, что поспособствовало попасть во второй год. А второй год он оказался, и мы, в общем-то, и рассчитывали на это, что если мы останемся в этой программе, явно будут расширяться возможности. Так оно и случилось. То есть денег больше дадут? Да. То есть если мы в прошлом году на три спектакля имели 3,5 миллиона, то в этом году нам дали еще на материально-техническую базу 5,7 миллиона. То есть мы сегодня, вот говоря о премьерах, говоря о наших концертах, это уже подается в другом качестве. Это другой свет, это другой звук. Там четко было говорено, это звуковое оборудование и световое оборудование. И уже если у нас было звуковое, аналоговое, то сегодня это цифровое. И свет абсолютно другой. Конечно, мы сейчас в стадии еще того, чтобы это отработать четко, поскольку у нас три коллектива, то для каждого коллектива свои требования. То есть озвучка для оркестра. Все это оборудование задействовано, естественно, для всех трех коллективов. Поэтому для каждого коллектива будет именно свой свет, своя озвучка. И сейчас звукорежиссеры отрабатывают все это для того, чтобы четко понимать, что если это театр, то это одна система работает. Если это оркестр, то другая для распевов третья. Но я хочу сказать, что наши коллективы очень довольны. Так, например, прошло два концерта. Распевы почувствовали себя совершенно по-другому с этим оборудованием. И также оркестры и наши зрители. Если последний был концерт оркестра, меня очень радовала наша книга отзывов. Когда слушатели наши ощутили разницу. Поэтому спасибо, что есть такая федеральная программа, что мы в ней работаем. Она у нас действует до 2021 года. И у нас большое желание продолжать эту работу. Все вовремя сделать, вовремя отчитаться с тем, чтобы быть на третий год в этой программе. А она, я думаю, будет и дальше расширяться. А у нас такие задачи, которые мы оговорим в концепции своей. Нам бы очень хотелось иметь сцену, который круг, который бы работал и кружился, для того, чтобы подавать сцены с разных ракурсов. И, конечно, ряд других планов, которые мы бы хотели еще усовершенствовать. И в зрительном зале, и в фойе. Приближать наше содержание работы и к внешнему виду, чтобы одно с другим сочеталось. Спасибо, Татьяна Борисовна. Мы еще поговорим с вами о дальнейшем развитии театра. И согласно вашей концепции, ну и, наверное, согласно тому, что хотят зрители. Напоминаю, что сегодня в гостях у программы «Диалог» директор театрально-концертного центра «Щелковский театр» Татьяна Ершова. Мы вернемся к вам после небольшого перерыва. Не переключайтесь. Продолжаем программу «Диалог». Напоминаю, что в гостях у меня сегодня директор театрально-концертного центра «Щелковский театр» Татьяна Ершова. Еще раз добрый вечер, Татьяна Борисовна. Телефоны прямого эфира 567-1440, 567-1450. Звоните, задавайте свои вопросы. Ну, а мы продолжим нашу беседу. Достаточно подробно, очень подробно коснулись проектов, работы и театрально-концертного центра в целом, и «Щелковского драмтеатра». Ну, еще два коллектива, вроде были, вроде упоминали про них, да, чуть более подробно хотелось бы услышать. Ну, вот давайте. «Щелковский духовой оркестр», в общем-то, достаточно большой коллектив по, так скажем, региональным меркам и существует уже достаточно лет, но, тем не менее, творческий прорыв уж я не буду, не посчитайте за плагиат, да, такая формулировка, раз уж вы удостоились, то, наверное, я говорю, всех коллективов касается. Основной творческий прорыв, конечно, тоже, наверное, в последние годы у оркестра, и особенно это касается фестиваля «Щелковские фанфары» вот в этом году. Третий раз проводили, и с каждым годом все больше и больше участников, ну, пока только, по-моему, с Московской области, да? Да. Из других регионов нету, но, тем не менее, не останавливаемся на достигнутом. Какие еще достижения у оркестра? Вы знаете, чем мне нравятся наши оркестры? Они очень творческие люди. У них предложения идут за предложением. «Щелковские фанфары» — это было их предложение. После этого следующий проект, например, «Виват Щелкова». Что это такое? Это конкурс. Конкурс среди оркестров. Здесь мы приглашали и Московскую область, и другие города. Тоже духовых или... Тоже духовых. Тоже духовых. И он тоже состоялся. Одно дело фестиваль, просто выступили, да, а другое дело конкурс. Это уже подведение итогов, это уже первые, вторые, третьи места. Чем хорошо это для нас? Мы видим другие оркестры, мы понимаем, чем сегодня дышат Московская область и другие города, и к чему есть стремиться, потому что приезжает очень высокого класса оркестры. Затем они, например, предложили тоже проект «Созвездие талантов». Он новый, мы его попробовали только в прошлом году. В чем он заключается? Мы привлекли наших маленьких музыкантов играть в оркестре. Маленьких музыкальных школах. Детей, да, воспитанных музыкальных школ. Да, воспитанных со своим инструментом. Надо сказать, что это большой труд, потому что его, этого маленького оркестранта надо вписать, надо определенные аранжировки еще сделать. Поэтому я очень благодарна нашим дирижерам, и Александру Зодчу, Базилюку, и также благодарна Виталию Анатольевичу, Ананиву, который к нам недавно прибыл и работает. Они сделали очень большое дело, когда проводили не одну репетицию с ними, и это опять наше будущее. Это те, которые придут к нам, и они сегодня уже знают о том, что есть такой оркестр, и есть возможность там играть. У нас там работают также солисты, они на сегодняшний день тоже уже известны. Это наша Катя Марахотова, которая звучит и приглашается. Вот были когда поселения, праздновали свой праздник. Я вам хочу сказать, что наши солисты и наш оркестр был на разрыв. Это меня радует чем? Что люди сегодня образились к духовой музыке, хотят живую музыку, хотят ее слышать. Ну это вообще история нашей страны, да? Вспомните, я не знаю какие, 30-е, 40-е годы. Особенно для пожилых людей, когда знакомились после войны где? На танцах, под духовой оркестр. И когда духовой оркестр исполняет свою мелодию, и у нас есть, допустим, совет ветеранов, и вообще ветераны в зале, это слезы. Слезы памяти, как это было и как это происходит. Поэтому оркестр, я вам хочу, востребован на сегодняшний час сказать. Например, вот у меня вчера был звонок, и просят уже оркестр приехать в общественную палату города Москвы. И мы решаем вопрос. То есть мы выходим уже практически на федеральные уровни. Московской области. Вот я вас перебью. У вас был вчера звонок, а у нас прямо сейчас звонок от наших зрителей. Давайте послушаем, отдадим приоритет. Добрый вечер, слушаем вас. Добрый вечер, Сергей. Татьяна Борисовна, я бы хотела задать вам вопрос. Насколько я знаю, вы уже достаточно давно на руководящих должностях. Мне интересно, вот в связи со спецификой работы в театре, изменился как-то ваше отношение к вопросам, которые вам приходится решать. Ну, к процессу руководящему, вообще ко всему, к вашей жизни, в отношениях с людьми, благодарю. Спасибо, очень хороший вопрос. Действительно, у меня до этого прохождения мои были чиновник. Это задачи социальной защиты, проблемы населения, города. И вот когда я никогда не работала директором театра, я приняла решение поработать в театре. Я, конечно, окунулась совершенно в другой мир. Я хочу сказать, что творческие люди – это особые люди. Они отличаются своей психологией, своей психикой. Вы представляете, что такой артист, который пришел, допустим, дома, у него какое-то несчастье, а ему надо смеяться сегодня на сцене. Это труд. Это большой труд. Поэтому я, например, отношусь к артистам, к любому. И театральные трупы, и оркестры, и распевов с чувством бережливости. Потому что вот это надо все беречь. Что такое сегодня театральная труппа? Она создает под руководством Слава Ивановны продукт, который надо продать еще. Сколько сил вложить, какое умение. Точно так же оркестр, точно так же распевы. Это очень громадный труд творческий. Казалось бы, понимаете, каждый день вроде как и незаметно собралась репетиция, сделали, кажется, простому человеку, который в этом не занят, что это очень просто, а это сложно. Даже пьесу составить и для писать, вот я смотрю на труд Светланы Ивановны, когда, допустим, у нас был такой спектакль в «Стране дорожных знаков». Я посмотрела пьесу, она очень короткая, но ее надо было так подать и нашим актерам так сыграть, что сегодня она востребована, нам звонят из других городов и просят, привезите, потому что, ну, во-первых, это полезно детям, а во-вторых, она подается очень интересно. Ну, это полезно и театру, который развивает гастрольную деятельность. Поэтому, да, я, кстати, хочу сказать, что вот уровень, он повышается наших актеров и в связи с их образованием, они каждый день учатся. Поэтому я действительно пересмотрела свое отношение. У меня всегда, я раньше всегда относилась к культуре очень хорошо. Мне это всегда было интересно, еще даже со времен соцзащиты, когда я сама была организатором конкурсов соцработников. И обращалась тогда к тому, чтобы нам помогли сделать и подготовить конкурсов, ту же культуру, той же Светланы Ивановны Погодиной. А здесь, оказавшись вот в этой роли, я понимаю, что роль директора создать условия для работы актеров, артистов, с тем, чтобы там было тепло, светло, чтобы там было уютно, чтобы туда хотелось приходить. Тот же, например, театральный кафе, который у нас теперь работает, он тоже был необходим для театра. Потому что они там иногда и до поздней ночи, и вообще круглосуточно, когда надо выдать вот сейчас, например, премьеру. Пришли с утра и до поздних часов они продолжают там трудиться. То есть это совсем другой труд. Он настолько творческий, такой непредсказумный и, вы знаете, очень интересный. Потому что они же много читают, много изучают, ищут решение вопроса. Или оркестр. Мы им заказываем, давайте сыграйте. Они начинают аранжировку думать, готовиться, репетиции, также и распевы. Поэтому спасибо за вопрос. Да, у меня изменилось отношение. Изменилось отношение к творческим людям. Как я уже сказала, да, я их берегу, да, я их уважаю, да, у меня особо не стоят к ним отношения. У нас еще один вопрос, Татьяна Борисовна. Вы сегодня тоже на расхват, не только филковский духовой оркестр. Давайте послушаем и ответите на вопросы. Добрый вечер, в эфире. Вы слушаем вас. Здравствуйте, Татьяна Борисовна. Здравствуйте, Сергей. Хотелось бы вернуться к центральной программе поддержки театра новых городов и спросить о, собственно говоря, отличие программы этого года от прошлого. Если можно было бы поподробнее, можно сказать, что материал-техническая база или что-то. В чем смысл и суть? Спасибо. Спасибо за вопрос. Но мы уже немножко говорили об этом. А то, что денег больше дали, это вот я допомню. Да, это вот одно из больших отличий. А что-то еще, наверное, есть? Ну, это одно из главных отличий, потому что действительно расширилась программа, и мы получили вот именно средства дополнительные, и сегодня, как я уже говорила, мы в другом качестве. Это вот одно из основных, конечно, отличий. Но все остальное, это условия несколько меняются. Конечно, то, что касается средств, то, что касается, как оформить, поскольку прошли первый год, это была одна подача документов, сейчас оно, конечно, дорабатывается. Так что, ну, в основном-то это в том, что оно расширилось с тем, что мы получили уже большие средства на материально-техническую базу, чего не было, например, в первой. А на третьей, я думаю, там будет еще на материально-техническую базу то, что я говорила, о чем мечтаем, о преобразованиях сцены, о преобразованиях. Может быть, у нас будут и черные квадраты еще на этой сцене. Ну вот мы немножко коснулись востребованности наших коллективов в других регионах страны. Сказали, да, что духовой оркестр пригласили в общественную палату Москвы, даже не в Московской области. Ну а те же распевы и тот же театр, вот как у них обстоят дела с гастрономом. Да, и в стороне дорожных знаков ездят, да, по Подмосковью. Ну, мы сегодня уже серьезно думаем о гастрольной деятельности. Во-первых, как я сказала, что у нас все достигли уже определенного уровня. До этого у нас театр уже выезжал, например, он был и в Евпатории. Кстати, к нам приезжает театр из Евпатории. И с 22 по 23 у нас гастроли театра Евпатории. Наши побывали там свое время и познакомились. И они, попав в федеральную программу гастрольной деятельности, выбрали Щелковой. И вот они сегодня будут в этом месяце будут у нас. Но я вам хочу сказать, что наша театральная труппа, благодаря работе, конечно, наших администраторов, поскольку они тоже проводят большую работу по организации гастрольной деятельности, по распространению рекламы. Мы заключили договор. Кроме того, что у нас, например, в Ленинский район Молоково ездит, это в Московской области театральная труппа, город Красноармейск Московской области. То есть мы взяли города, где нет театров. Но я еще хочу даже сегодня похвастаться, что нашу театральную труппу пригласили на одну из старейших площадок города Москвы. Это Центральный дом культуры железнодорожников. Он известен. И мы будем там на гастролях с 1 по 4 января с нашими детскими спектаклями. Поэтому я очень рада тому, что это удалось сделать. И вы видите, что мы выходим за пределы Московской области, никуда-нибудь, а в столицу нашей родины, город Москва. Распевы совсем недавно у нас гастролировали в Саратове, участвовали тоже в конкурсе. Так что в фестивале они с фольклорным выступали. Так что мы, видите, уже благодаря своему повышению и мастерства, и приобретению также того, что мы имеем сегодня костюмы, мы имеем декорации, нас уже приглашают. То есть мы по райдеру, который выдвигается, соответствуем того, что нас рассматривают. Рассматривают и принимают. Так что наша гастрольная деятельность расширяется. Татьяна Борисовна, у нас совсем мало времени осталось. Я не успею, честно скажу, задать все вопросы, какие хотел, потому что у нас есть еще один звонок, ну а приоритет, конечно, зрителям, поэтому давайте слушаем. Добрый вечер, вы в эфире, слушаем вас. Здравствуйте, Сергей, здравствуйте, Татьяна Борисовна. У нас такой очень интересный вопрос. Мы любим очень ваш коллектив. И такой вопрос лично вам. А не хотели бы вы выступить на сцене? Может быть, в театральном коллективе, или в распелах, может быть, солистка оркестра. Нет такой мечты? Ну, прям наш зритель смотрит в корень. Если посмотреть по моей судьбе, да, у меня бабушка, которая всегда играла на сцене. И я иногда уже сегодня участвую вместе с оркестром, если мы делаем какой-то верну, вру не с оркестром, с театральной труппой. Если мы делаем вдруг какое-то поздравление, то я уже пробую там свои силы. А вот, например, скоро будет выставка у нас, да, «Читающий город», то я там уже в другой роли снимаюсь. Так что начинаю приближаться, оказавшись вот в этом коллективе, начинаю пробовать свои силы и в другом. Так что оно, видимо, природой что-то заложено и начинает откликаться. И вообще, наверное, считаю, что случайностей не бывает, а почему-то меня Господь Бог привел именно в театральный коллектив. Ну, правильно, вы рассказали, что никогда не были директором театра за всю свою многолетнюю карьеру. Ну, три года назад вот пришлось возглавить театральный коллектив и успех добились все вместе, конечно, немало, только всего за три года. Татьяна Борисовна, короткий, наверное, итог, но опять же не итог, а, скорее всего, взгляд в будущее. Да, следующий 2019 год у нас в стране, указан президент России, естественно, объявлен днем театра. Годом театра, Сергей Петрович, годом театра. Днем, это, да, день у нас 27 марта, это я уже зарапортовался. Да, да, есть такой день. Год театра, целый год. Вот что планируют делать творческих коллектив театрально-концертного центра в этот знаменательный год? Ну, во-первых, кроме трех премьер, которые мы уже озвучили, у нас впереди еще две премьеры будут. Это и новогодний спектакль, новые премьеры. У нас также в этом году маленький импринец, новый спектакль, который тоже будет. То есть мы увеличиваем количество премьер в этом году. И, кроме этого, у нас есть такой проект «Театральная весна», он уже не один год. И мы пытаемся в этом году сделать его уровнем выше. То есть попробуем все-таки вывести на уровень министерства. И уже сейчас у нас планы. Планы того, как его сделать интересным. Что такое «Театральная весна»? Это конкурс между театральными коллективами. К нам съезжаются со всех сторон коллективы, согласно положению представляют свои работы. И у нас сегодня встал вопрос, кроме того, что мы им предложим, а что нам-то сделать интересного? Как нам подать этот сам конкурс «Театральная весна»? Над этим мы сейчас работаем. Ну и, кроме этого, еще есть и день Международного театра. Поэтому задачи у нас большие. К тому я не хочу раскрывать все секреты. Пускай это будет сюрприз. Да, это будет сюрприз. Это будет желание все-таки всех участников, кого мы пригласим, приехать к нам и увидеть этот сюрприз. А также мы мечтаем, например, о том, чтобы сквер, который прилегает к театру, стал театральным. Понимание есть на сегодняшний час. Я очень надеюсь на то, чтобы, наверное, депутаты городского поселения Щелково, которые распоряжаются как раз средствами по благоустройству. Тем более есть проект, и хотелось бы, конечно, в год театра хотя бы принять какие-то, может быть, не полностью, а частичную, сделать работы. И чтобы он у нас стал театральным. Мы мечтаем, чтобы это была летняя площадка посреди сцена. Пусть это будет фонтан, который поднимается и убирается. И чтобы лавочки наши были, например, в форме «Как спускается занавес» или еще какие-то герои здесь. И, кстати, есть такой проект уже. И я думаю, что со временем, конечно, была бы мечта, если бы это было в год театра, осуществить театральный сквер. И мы бы завершили эту площадку, когда у нас рядом стадион озера, ледовая арена, театр. И если бы еще иметь этот сквер, который бы красиво замкнул все это, я считаю, что это было бы большое достижение вообще всех нас вместе, живущих в этом городе Щелка. Ну что ж, остается пожелать вам дальнейших успехов, особенно в преддверии года театра в нашей стране. Спасибо, Татьяна Борисовна, за ответы на вопросы. Спасибо, что нашли время прийти в нашу студию. И вам спасибо, что пригласили. Напоминаю, что сегодня в гостях у программы «Диалог» была директор театрально-концертного центра Щелковский театр Татьяна Ершова. Это была программа «Диалог». Смотрите нас каждый вторник на Щелковском. Счастливо.